Казань скорбит Здравствуйте! Это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня мы расскажем... Оказывается, пыльца растений – очень чуткий механизм. Индикатор экологической обстановки. Какой необычный способ анализа природы нашли биологи КФУ? У нас большая радость, потому что в этом году у нас в два раза больше бюджетных мест. Новые возможности. Как юридический факультет готовится к наплыву абитуриентов и державенским чтениям? Это очень необычно, что фильм, который идет в кинотеатре, создали ни киностудия, ни Министерство культуры, создали два университета. Гений геометрии. Как фильм о Лобачевском заново открыл миру имя великого ученого? Эпоха легкодоступной нефти уже заканчивается. Катализаторы и нефть. Почему исследование КФУ может повлиять на нефтепром страны? Непостижимую утрату пережила Казань. Утром 11 мая в Казанской гимназии 175 19-летний бывший выпускник этой школы открыл огонь. Стревок целенаправленно шел по коридорам, искал жертв. Погибли семь учеников восьмого класса и два учителя. Среди них выпускница КФУ, учитель английского языка Эльвира Игнатьева. Еще большей трагедии удалось избежать благодаря действиям администрации учебного заведения. Была вовремя нажата тревожная кнопка. Директор по громкой связи успела предупредить персонал и учеников об опасности. Большинство находящихся в школе успели закрыть двери и забаррикадироваться. Однако без погибших и раненых не обошлось. Всем им, а также их родным оказывается всесторонняя помощь. Трагедия снова подняла вопросы безопасности. Многие решения уже принимаются на федеральном уровне. Решения об усилении мер безопасности были приняты и в Казанском федеральном университете. Ректор распорядился предусмотреть дополнительные возможности по охране объектов университета, особенно в лицеях и школах, находящихся в ведении вуза. Случившееся в Казанской гимназии Ильшат Гафоров назвал страшным преступлением против человечности. «Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей, наших детей», – уверен он. Весь коллектив Казанского университета скорбит вместе с близкими погибших и пострадавших трагедией людей. День экологического образования отметили на этой неделе в России. Он был учрежден в начале 90-х прошлого столетия, когда во всем мире во всеуслышании заговорили об экологии. И в первую очередь, как о науке, изучающей взаимодействие живых организмов между собой и с их средой обитания. Хотя сама наука существовала уже давно как дисциплина. Важность экологического образования сложно переоценить, ведь они касаются основного жизни окружающего нас мира. Экологические знания позволяют осознать, каким явлением могут привести неправильные действия в отношении природы. На протяжении нескольких десятков лет у многих россиян уже успела сформироваться экологическая культура. Это и проведение акций по очистке территорий, озеленение городских пространств. Кстати, растения, которые цветут в городе, могут рассказать об экологической обстановке самой территории. И сделать это можно по исследованиям пыльцы. К таким выводам пришли ученые Казанского университета. Сейчас они работают как раз над этой проблемой. И в скором времени готовы создать карту, которая покажет нам экологическое состояние разных участков Казани. Роза Зарипова о деталях проекта. Вот здесь, например, представлены пыльцевые зерна. Вот есть прям окрашенные черного цвета. Пустые в серединке. Это не окрашенные. Есть еще слабо окрашенные. Счет идет на тысячи. Столько пыльцевых зерна необходимо сосчитать под микроскопом. Вручную один за другим. За день можно собрать с каждого парка пыльцу. Я так и сделала, например. А потом в течение года считать вот эти окрашенные, неокрашенные пыльцу. С ювелирной точностью подсчет пыльцевых зерен проводит Зухра Камалова. Объектом исследования выступают сережки с деревьев березы, растущие в парках Казани. А также травянистое растение ежа сборная. Они показали себя как наиболее чуткие биоиндикаторы. У меня семь точек. Молодые парки – это парк земледельцев, парк тысячелетия, парк Кырлай, парк Континент, Горкинский Амитевский парк и бульвар Аксусеклер. С помощью пыльцы на растениях и деревьях ученые и магистры из Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета пытаются выяснить, насколько загрязнен воздух в нашем с вами городе. Определив состояние растений, с точностью могут сказать, в каком Казанском парке можно вздохнуть полной грудью. На протяжении последних пяти лет мы проводили исследования, брали пробы пыльцеберезы в старых парках города Казани. Это парк Дворца Химиков, Крылья Советов, парк Культуры имени Горького, парк Молодоженов около речного порта. И вот по нашим данным, вот почему-то получается, что в парке Горького, особенно близ моста Миллениум, если брать пробы, там наименее фертильная пыльца. Говоря простыми словами, воздух настолько загрязнен, что даже растения не в силах размножаться. И наоборот, чем выше процент фертильности, то есть жизнеспособности исследуемых растений и деревьев, тем чище воздух. Оказывается, пыльца растений очень чуткий механизм, который реагирует на малейшее влияние, на малейшее возмущение, что ли. И эта реакция проявляется в изменении степени стерильности и фертильности. Стерильность пыльцы означает, что пыльца не способна к прорастанию и оплодотворению яйцеклетки. Отбор проб проводится весной и летом. Пробы отбираются с деревьев и растений одного возраста, на одной высоте и с одной стороны света. Работы ведутся и по другим городам. Исследования проводятся по Зеленодольску и Ульяновску. В городе мы отбирали 9 точек сбора проб. Условно, эти точки были разделены на 3 зоны. Зоны с наибольшей концентрацией автотранспортной нагрузки, зоны со средней и зоны с наименьшей концентрацией. В этих точках сбора мы отбирали растения ежу сборную. Вегетационный период – это конец июня, начало июля. Дальше мы отбирали пыльцу, фиксировали ее. И дальше мы ее окрашивали двумя методами. Первый метод – это ацетокарминовый метод и йодный метод. Вздохнуть с облегчением тоже есть где, признается доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Кадрия Ибрагимова. Анализ проб, взятых в нескольких казанских парках, говорят о меньшей степени загрязнения окружающей среды. Есть где у нас можно глотнуть свежего воздуха? Парк дворца химиков, молодежного центра, молодоженов, парк – они в неплохом состоянии. В планах у научного руководителя Кадрия Ибрагимовой построить карту, которая позволит оценить экологическое состояние разных участков Казани. А пока, как сказали бы врачи, дышите глубже. Или давайте больше высаживать молодые деревья. Ведь они, как отмечают ученые, позволяют снизить концентрацию углекислого газа в воздухе. Роза Зарипова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Совсем немного осталось до начала Державинских чтений. Это масштабное научное мероприятие, проводимое в честь известного русского поэта, государственного деятеля, нашего земляка Гавриила Державина. Многие его знают именно как литератора, но он был еще и министром юстиции Российской империи, губернатором двух областей и личным помощником Екатерины Второй. Как пройдут Державинские чтения? Какие изменения ждут абитуриентов, желающих учиться на юристов? И о новых направлениях подготовки мы поговорим с Лилией Бакулиной, деканом юридического факультета КФУ. Здравствуйте, Лилия Талгатовна. Здравствуйте, Салават. КФУ готовится принять Державинские чтения. Расскажите, в каком формате в этом году пройдет конференция и, может быть, раскройте некоторые ее подробности. Державинские чтения традиционно проходят в формате международной конференции, но в этом году такой определенной фишкой, наверное, конференции будет то, что один из круглых столов будет проходить в Верховном суде Республики Татарстан. Это связано с темой заявленной конференции, и цифровизация правосудия как сегодняшний тренд как раз и предполагает, я думаю, именно такую площадку. Тем более Верховный суд Республики Татарстан у нас очень такой продвинутый в этом отношении. Плюс постпандемический, пандемический период показал необходимость цифровизации судебной системы, поэтому я думаю, что это очень актуальная тема, и вот такая площадка появится в этом году на конференции Державинские чтения. И еще одно интересное, я думаю, тоже такой вот составляющий конференции, тоже еще один круглый стол, он посвящен комплайнсу в антикоррупционной такой деятельности и проводится также с участием аппарата президента Республики Татарстан. Я думаю, что это тоже будет интересно и актуально всем тем, кто примет участие в конференции. Остальные мероприятия, которые проходят в рамках Державинских чтений, они, с одной стороны, традиционны, с другой стороны, мы всегда стараемся внести что-то новое. И вот если мы говорим уже о студентах, которые примут участие, то если в прошлые годы конкурсы были посвящены различным аспектам истории права, то в этом году мы, с одной стороны, продолжаем эту тематику, а с другой стороны, это вот Олимпиада, которая будет посвящена Петру Первому, его эпохе и тем правовым документам, которые, собственно, должны знать студенты юридических вузов, и тоже будет вот такое мероприятие для студентов. Ну, не считая, конечно же, экскурсии, не считая участия в возложении цветов в памятнику Державин. То есть есть традиционный уже устоявшийся формат и есть вот такие вот новшества. В год науки и технологии большое внимание уделяется IT-кадрам. Вы уже сами рассказали немного о цифровизации, да? А как обстоят дела с подготовкой юристов? Чем для них ознаменуется 2021-й? Ну, подготовка юристов должна соответствовать тем требованиям, которые выдвигает нам, с одной стороны, рынок труда, с другой стороны, сама юридическая профессия. И поэтому юристы связаны с IT-технологиями достаточно давно. Цифровые технологии в юридической деятельности много лет читают у нас специалисты IT-области. Это наши преподаватели и в МИД, и в ШИТИС. И поэтому, естественно, что юристы всегда были близки к Legal Tech. И сегодня это уже тренд, который требует не подготовку юристов-программистов, а предполагает именно формирование тех компетенций, которые позволят им знать в профессиональном плане, и обрабатывать, и уметь работать с большими данными, и уметь понимать смысл тех процессов, которые происходят в виртуальной среде. То есть это смарт-контракты, это блокчейн. То есть юристы должны владеть этими компетенциями, но мы не готовим юристов-программистов. То есть это все-таки юристы с тем набором IT-компетенций, которые, собственно, сегодня обозначаются термином Legal Tech. Не за горами активная часть приемной кампании. Что нового ждет абитуриентов в этом году? Я думаю, что те изменения, которые происходят, они, с одной стороны, обусловлены изменением некоторых правил, которые касаются всех абитуриентов, а не только тех, которые поступают на юридический факультет. Но я хочу сказать, что у нас большая радость, потому что в этом году у нас в два раза больше бюджетных мест. Это тоже определенная политика государства. И вот это радует наших абитуриентов, я думаю, то, что есть возможность обучаться на бюджетной основе, если ты сдашь экзамены, единого госэкзамена, хорошо, очень на высокие баллы. И, конечно же, то, что у нас есть несколько направлений подготовки, это и бакалавриат, это и магистратура, и специалитет по юриспруденции, то есть это пятилетнее образование. И я надеюсь, что университет успешно пройдет процедуру аккредитации, и у нас и на специалитете тоже появятся бюджетные места. То есть пока у нас их нет, но востребованность специалитета, она достаточно высока по юриспруденции. Большое спасибо за интересную беседу, до встречи на державинских чтениях. Спасибо. Еще один человек, прославивший Казань и Казанский университет, это математик-геометр Николай Лобачевский. Мы уже рассказывали о жизни великого ученого, его значении для университета в должности работы ректора. Но главное наследие Лобачевского – это его научные труды. Его воображаемая геометрия, в которую он открыл новый вид геометрии – неевклидовой, гиперболической, стала настолько новой и революционной в математике, что в нее поверили не сразу. А ведь это открытие повлекло за собой новые, в том числе и в других областях физики, астрономии. О значении этого труда о жизни великого ученого был снят фильм силами двух университетов – Казанского федерального и Берлинского технического. Документальный фильм «Пространство Лобачевского» снимался в течение двух лет. В нем ожили не только Николай Лобачевский, но и Карл Фридрих Гаусс, Эммануил Кант, Леонтий Магнитский и Николай Первый. Показы фильма состоялись на этой неделе в Казани. Впереди показы по всей России. Айгуль Гараева увидела картину и пообщалась с теми, кто принял участие в ней. О великом ученом, жившем два столетия назад, два университета с мировым именем – Казанский федеральный и Берлинский технический – за два года сняли фильм «Пространство Лобачевского». А началось все с рабочей поездки из Берлина в столицу Татарстана сценариста, режиссера и продюсера Екатерины Еременко. Попала вообще в Казань в составе делегации немецких профессоров здесь. И мой папа, он меня приучил с детства в любом новом городе посещать Крыльевический музей и вообще посещать такие странные места. Я пошла в музей, в том числе в Казанского университета. В тот день было не так много народа в музее. Я ходила, бродила по музею, спросила, как вообще найти рукописи Лобачевского. Видимо, это был необычный вопрос для посетителей музея. Екатерина Еременко заинтересовалась рукописями, а ею, как режиссером, уже снимавшим документальные киноленты о науке, заинтересовался Казанский университет. Результатом стал фильм о человеке, о математике, о пространстве, в котором живет каждый и которое по сей день таит в себе много загадок. Мне по первому образованию математик было очень интересно понять, каким путем Лобачевский пришел к своим вычислениям, потому что он не просто придумал, что какая-то геометрия существует, он посчитал очень много конкретных формул. Но геометрические модели, гиперболическая геометрия, появились спустя 30 лет. И до сих пор, всех, кого бы я не спрашивала, никто не понимает, каким образом можно было это сделать, не имея в голове вот этих моделей. Современные студенты, уже имея эти модели, получают результаты другим, более легким путем, рассказывает режиссер. Без отрыва от основной деятельности, съемочному процессу и выпуску фильмов прокат помогали сотрудники Казанского университета, подключаясь и всячески содействуя на разных этапах. Руководство Института математики и механики имени Лобачевского вместе с режиссером представляло киноленту на международном фестивале научно-популярного кино «Фьючер Дог», который прошел в Перми в апреле. Фильм я видела в нескольких вариациях, и, конечно же, уже не один раз. И самое интересное для меня, что, несмотря на то, что я представляю, что я увижу, эффект от каждого показа, от каждого моего просмотра немножко разный. Как мне кажется, любой зритель, который придет на этот фильм, неважно, математик он или нет, увидит в этом фильме что-то свое. Как и в геометрии Лобачевского, где пространство избыточно, а линии ведут себя необычно, в фильме «Математика» приправлена порцией исторических фактов и отношением современных ученых к наследию геометра. Прошлое и настоящее, наука и политика. Россия и Германия. Лобачевский и Карл Фредерик Гаусс пересекаются в диалогах. Что тогда был Императорский университет, что сегодня Казанский федеральный университет – это университеты, которые оказывают значительное влияние на развитие как науки, так и образования в России. И я считаю, что в этом фильме каждый может найти для себя интересные моменты. История Лобачевского вновь всплывает через наблюдения за повседневной жизнью ученых в Казани, Берлине и Гетингене. Деятельность Лобачевского как ректора за эту деятельность отвечает в нашем фильме замечательный ректор вашего Казанского университета Лишат Гафоров. У нас была уникальная возможность провести рядом с ним несколько дней. И мне было действительно очень интересно, из чего состоит его обычное расписание и вообще чем живет университет. Но мы выбирали такие ситуации для фильма, которые каким-то образом связаны с деятельностью Лобачевского. И было очень интересно посмотреть, как к этим ситуациям относится ректор. На премьерных кинопоказах фильма в Казани неравнодушны к науке зрители, сотрудники и студенты Казанского университета. Впервые на большом экране и зрительного зала себя увидели и участники этого проекта. В частности, Казанский геометр, автор нескольких публикаций о Лобачевском, некогда доцент Казанского университета Виктор Фомин. Знаю, как тяжело было снимать этот фильм, поскольку и сам, и как актер, я там не актер, а я там и не действующее лицо, а не знаю, как называются мои фразы, которые были представлены. Именно роль Виктора Егоровича, который объединяет всех рассказчиков в одно единое повествование, отметили и зрители в числе первых, посмотревшие фильм в Казани. Наш преподаватель Казанского федерального университета Фомин очень интересно рассказал историю с прекрасным видом на горы, реку, когда он сидел в кресле. Это было что-то такое, как будто бы дедушка рассказывает сказку. Выпускница математического факультета МГУ и режиссерского факультета ВГИКа Екатерина Еременко рассказала, что у фильма есть своя страничка в Фейсбуке, где зрители могут узнать расписание показов, поделиться впечатлениями. Сама же она делится впечатлениями и теперь уже воспоминаниями о съемочном процессе. Это, наверное, было одно из самых счастливых сотрудничеств в моей жизни. Я была просто счастлива работать. Нам создали прекрасные условия, и у нас были все возможности. И я просто действительно счастлива работать с Казанским университетом вместе. Это очень необычно, что фильм, который идет в кинотеатре, создали не киностудия, ни Министерство культуры, создали два университета. Это тоже очень необыкновенное производство, я думаю, необычное. Премьерные показы фильма пройдут в Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Завершатся в Москве 18 и 19 мая. И уже 20 числа прокат картины пространства Лобачевского стартует в кинотеатрах России и страны СНГ. Айгуль Гараева, Булат Садыков, КФУ. Итоги недели. Как преобразовать нефть в качественный продукт? Над этим работают сотрудники научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Мы неоднократно наведывались в лаборатории к сотрудникам, которые исследуют и успешно практикуют новые способы, методы предопычи, переработки сырья. Еще одно исследование, связанное с катализаторами, стало основой для кандидатской диссертации молодого ученого. Он представил разработки о кинетике окисления нефти в присутствии различных катализаторов. Стоит отметить, что эта работа важна, так как до недавнего времени главная проблема отечественной нефтепромышленности заключалась в недостатке своих катализаторов. Этот сектор сильно зависел от импорта. Роза Зарипова узнала, как молодой ученый пришел к таким результатам и что это даст в будущем для промышленности. Нанесем эти наночастисти на вот поверхности диоксида киримии. Таким образом поручаем очень эффективные катализаторы, на основании которых мы заключили нашу кандидатскую диссертацию. Несколько лет понадобилось герою нашего сюжета, чтобы доказать ученому совету, что он и сам достоин быть ученым. В основу работы легло изучение механизмов окисления тяжелой нефти с присутствием катализаторов на основе марганца и других металлов. Катализаторы, которые мы изучали в нашей диссертации, он на основе оксид марганца. Данный катализатор увеличивает курс протекания высокотемпературного окисления нефти практически в два раза. Да. Что позволяет естественно сэкономить время и получить более качественную нефть. Нефтяные компании ставят перед учеными новые задачи. Необходимо добывать нефть в трудноизвлекаемых месторождениях максимально быстро, эффективно и с минимальными затратами для бизнеса. Эпоха легкодоступной нефти уже заканчивается и уже более половины углеводородного сырья в России и в мире относятся к трудноизвлекаемым. Все опыты проводятся в лабораториях в рамках научного центра мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. Эта нефть смешана с породой с песком скажем так и вот наша задача стоит в том что мы берем измельчим вот этот керн и от него экстрагируем нефть. Этот керн был получен из трудноизвлекаемого нефтяного месторождения. Использование катализатора позволит добывать более легкую нефть. Моя работа касается то что я беру вот получаю мою нефть от коллег и готовлю два образца один образец контрольный образец типа нефть с песком а второй нефть с песком еще с катализатором который разрабатываем разные катализаторы. Затем подключаются коллеги геологи моделисты промысловики эффективность катализатора определяют в несколько этапов. Чтобы исследовать процесс окисления нефти присутствия в наших катализаторов в части берем часть резервуара это установка называется трубогрение которое у нас на большой красный если там тоже получается что все хорошо работает в присутствии наших катализаторов дальше мы можем предложить компаниям применять наш метод. Ученые отмечают что изученные катализаторы можно применить на практике в процессе добычи и переработки нефти кроме того в планах синтезировать в работу другие катализаторы. Роза Зарипова Радмир Софиулин КФУ итоги недели. Как пережить трагедию как преодолеть страх и снизить уровень тревожности об этом мы поговорим во второй части программы также далее. Вот сейчас уже у нас студенты сдают экзамены по своим направлениям. Трудовой семестр куда отправятся бойцы студотрядов на летнюю целину. 12 мая день памяти русского писателя Сергея Аксакова. Первый студент какое наследие известного русского писателя хранится в Казанском университете. Писатель выпускник Казанского федерального университета Булат Ханов номинант в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории искусство. Он вошел в десятку рейтинга. Три года назад Булат Ханов стал лауреатом премии «Звездный билет» и «Лицей». В 2019 году в издательстве «Эксмо» вышли его романы «Гнев» и «Непостоянные величины». Год спустя роман вошел в шорт-лист престижной премии «Национальный бестеллер». Новый роман писателя «Развлечение для птиц с подрезанными крыльями» в апреле этого года вошел в лонг-лист другой престижной премии «Большая книга». О других новостях последней недели расскажем в нашем дайджесте. Кадровые, юридические и организационные вопросы создания Института дизайна в КФУ обсуждались на этой неделе на совещании в университете. Его провел ректор Ильшат Гафуров. Он отметил, что новый институт должен быть полноценным, а его деятельность эффективной. Подготовить документы для государственной экспертизы и получения подтверждения технических решений. Такие задачи поставил ректор Ильшат Гафуров уже на совещании по реализации программы развития специализированного учебно-научного центра на базе IT-лицея университета. Напомним, КФУ получил грант на создание центра. В июле КФУ готовится принять научный семинар совещания «Ботанические сады в 21 веке. Стратегия развития инновационные решения в деятельности ботанических садов». В его преддверии университетский сад посетил Ильшат Гафуров. Он поставил задачу отремонтировать помещение сада и разработать план его развития. В КФУ идут последние приготовления третьему трудовому семестру. Провести лето в работе приняли решение 450 студентов университета. Они разделились на четыре направления. Вожатые, строители, проводники и сервисные отряды. У разных направлений своей школы. И вот сейчас уже у нас студенты сдают экзамены по своим направлениям. И 24 числа первые отряды уезжают в Краснодарский край в лагерь работать вожатыми. Вернемся к главной теме недели. Произошедшая в Казанской школе трагедия всколыхнула всю Россию. Если раньше безинтернетовскую эпоху сопричастность к ней выражали лично или через такие каналы связи, как телефон или телеграмма, то сейчас сочувствие передают путем всемирной паутины. Статусы в соцсетях самодельные, но трогательные клипы. Слова поддержки через мессенджеры. При этом социальные сети, интернет в целом стали каналами трансляции происходящего. Люди практически в прямом эфире передавали о трагедии. Разбегающиеся ученики, выстрелы, спасение пострадавших, задержание стрелка. Все это можно было видеть практически сразу же, пусть и отрывочно, на разных каналах. Да и сам стрелок оповестил о своем намерении через аккаунт в соцсети. Его, правда, никто не успел прочесть до трагического случая. И после трагедии соцсети стали центром панических настроений. Мессенджеры шли сообщения о мифических фейковых угрозах. Как интернет перевернул наше мировосприятие чрезвычайных ситуаций. Тема продолжит мой коллега Леонид Толчинский. И снова с вами смотрите сами. Очевидно, что доминирующая тема всего информационного сетевого пространства минувших дней трагедия в Казанской гимназии 175. Да, ситуация и ее последствия, как сказал Салават, в соцсетях нашли невероятный по мощности отклик, но и на мой личный взгляд перешли все границы возможного. Здесь и детальное изложение произошедшего, и мнение профессионалов, силовиков, педагогов, медиков, и бесконечные эксперты обо всем, и депутаты с осмыслением на уровне «скорей бы все запретить», и «друзья», и «друзья», друзей, убийц и его жертв, и соседей, подруги соседок, и репортажи с кладбищ, и невероятной детально слитой в открытый доступ материалы допросов, и куча видео с камер слежения. Это даже не перебор бесконтрольно обрушившейся информации. Это девятый вал полного непонимания и неосознания зачем, как и для чего информационно освещать теракты безумцев и хайповать на безграничном горе. Кстати, обратил внимание, что только специалисты-психиатры героически молчат, а почему это правильно, отлично объяснил на своей странице в фейсбуке Владимир Менделевич. Он написал, психиатр не способен влезть в голову испытуемому, поставить диагноз и выяснить тайные мотивы его криминального поведения. Ну так и обычному зэку никто не может залезть в голову и выяснить, собирается ли он повторно совершать преступление. Так что со всеми этими проблемами, пишет Менделевич, нам с вами жить. А если хотим избежать трагедии, то не стоит травить окружающих. Психически больные это наш крест. Большинство из них не совершают никаких преступлений. Преступникам человека делают общество и окружение. Семья и школа могут только смягчить какие-то криминальные наклонности. Но вот как они это смягчают? И смягчают ли в реальности? Или скорее обостряют? Вот один из ключевых вопросов. Не станем же сегодня присоединяться к потоку бессмыслица трагедии мы, а тем более пересказывать это. Поводы выговорить о каждой составляющей большой системной проблемы, что обнажились под пулями убийцы, думаю, будет еще много. Если хотите, это мой печальный прогноз. Потому что казанская трагедия это лишь заметный взрыв на том минном поле, где ежедневно мы обнаруживаем следы подрывов. Жертв меньше, а иной раз и без жертв обходится. Но еще еще раз повторю, что считаю испепеленный памятник героям войны в Заинске, танцующего на вечном огне блогера, убитую своей юной матерью-малышку и многое из тому подобного в ежедневных новостях звеньями одной большой цепной реакции, вызванной колоссальными системными проблемами. Какие уж новые ограничительные законы, когда они работают напрочь действующие, которые вполне могли бы минимизировать угрозы. Превратить учебные заведения в маленькие лагеря на пути безумцев это ли выход? Юбиляр этих дней Михаил Булгаков устами профессора Преображенского верно утверждал, что разруха начинается в головах. И здесь время нашей прямой темы. Как формируются сегодня головы юного поколения? Как сформированы головы их родителей? Какой образовательный культурный код они несут и реализуют по жизни? Почему группы риска, которые были всегда, сегодня становятся массовыми? Почему не психологи, а уже психиатры должны включаться срочно в работу, чьи службы едва у нас уцелели? Почему так много в обществе так называемых пограничников, затаившихся тихонь, которым стало так легко управлять внешним силам? Почему мы в слезах несем три дня цветы к мемориалу погибших и равнодушно проходим мимо вооруженного до зубов встречного? Почему системы железный купол одномоментно сбивают сотни неуправляемых ракет, а напичканные в наших городах камеры слежения не имеют алгоритмов подать сигнал СОС, фиксируя путь на кровавое побоище единственного мегаполисе не скрывающегося вооруженного маньяка? Кто и как ставит задачи, определяет техническое задание при внедрении передовых технологий безопасности? То есть технически возможно все, а перевести задачи в общегуманитарную задачу под защиту людей что называется некому? Почему позиция запретить взяла вверх над позицией сформировать, возродить, изменить? Предлагаю начать со следующей программы в нашей рубрике пошаговый разговор о каждом из провальных элементов системы, формирующей личность и в конечном счете гарантирующей безопасность. И делать будем это на основе материалов сетевого пространства. Начнем само с собой с образования гуманитарного образования в школах. А пока считаю правильным сделать паузу в информационной истерии вокруг ужасной трагедии. Умение сделать паузу это талант. Пауза дает время собраться мыслями и хорошенько подумать, прежде чем нести первые попавшиеся мысли и предложения на большую и без того не совсем здоровую аудиторию. Завершу тем, что уже писал на неделе. Детство это не рай, это драма. Так писал великий педагог Януш Корчик. Сегодня мы поминаем тех, чья драма детства окончена. Они в раю. От жизни, от неспособности остановить смерти детей и слезы родителей, которые хоронят свои солнышки, остается нам. Сможем ли мы выбраться из созданного самими ада? Сможем ли понять, почему все так полыхает вокруг? Сможем ли найти пути затушить земные костры гиены огненной? Давайте а пока воздадим слова благодарности силовикам, педагогам и медикам, что до конца исполнили свой долг, пожелаем выздоровления раненым и помянем тех, кто ушел из майского цветения 21 года в небеса навсегда. События последних дней серьезно отразились на самочувствии, настроении татарстанцев, особенно на казанцах, которые имеют детей. Да и среди школьников повысился уровень тревожности. Как преодолеть психологический кризис? Об этом мы поговорим с практикующим психологом-руководителем отделения реабилитации клиники «Альтернатива» Айдаром Сафиром. Здравствуйте, Айдар Наилевич. Здравствуйте. В связи с последними трагическими событиями в Казани психологическая помощь понадобилась многим жителям, не только лично пережившим события. С чем это связано? Ну, в первую очередь это связано со средствами массовой информации, социальные сети, которые были, я бы сказал, даже переполненными ужасными фотографиями, где были тела погибших, и фейковые страницы также были созданы, где они более разгоняли, так скажем, тревожность у жителей нашей страны в целом. Как в целом снизить уровень тревожности? Потому что вот как раз таки вы упомянули фейковые сообщения, из-за них некоторые родители до сих пор боятся отпускать детей в школу. В первую очередь не поддаваться панике, доверять только достоверным источникам, которые дают информацию. Это общение группы с педагогами, слишком тревожным, я советую созвониться лично с педагогом, провести беседу. И на любое горе, на любую утрату нужно время, которое нужно прожить. Если через определенный момент этого времени уже мало и недостаточно, лучше обратиться за профессиональной помощью. Что делать родителям, у которых сейчас дети, насмотревшись в социальных сетях, это видео, бесконечные фотографии, новости, и сейчас дети, может быть, просто боятся идти в школу. Вот как им объяснить? Вы знаете, здесь личный пример должны давать родители. В первую очередь, то есть микросоциум, это семья, в котором проживает ребенок, и родители, это пример. То есть копируют они, можно как угодно и как долго пытаться воспитывать своего ребенка, но только личным примером. Не поддаваясь панике, сесть и поговорить, и обсудить. То есть различные ситуации происходят в жизни. То есть бывает и крушение самолетов, бывает то, что люди попадают в аварию. Это же не говорит о том, что нужно прекратить путешествовать, что нужно прекратить ходить по улицам. То есть здесь все нужно родителям начать с себя. В первую очередь успокоиться самим, не поддаваться еще раз панике, сесть обсудить это все на семейном совете. Не меньше шок испытали и учителя. И после казанской трагедии мы понимаем, что их профессии не только сложные, а еще и опасные. И в этой связи еще и профессиональное выгорание, постоянный спутник таких профессий. Здесь еще подключился страх. Как бороться с этим? Ваш совет. Наши средства массовой информации как раз-таки наполнены тем, что дети-подростки, старшеклассники издеваются над некоторыми учителями, провоцируя их, снимая то же самое на камеру. Опять-таки, для того, что есть такое выражение у молодежи, для хайпа они это делают. И учителя, к сожалению, не обращаются за помощью. Ну и в принципе обратиться в стенах в рамках своей школы им просто некому. Детский психолог есть для учеников, а для коллег, к сожалению, психологов нет. Что нужно изменить в обществе, чтобы люди перестали бояться обращаться к психологам, к психотерапевтам, потому что сейчас сказать в компании, что я вчера был у психолога, это, ну, мягко скажем, не приветствуется. Можно об этом не говорить в компании. Для себя сделать выбор, то есть подобрать себе специалиста, с которым будет комфортно работать, комфортно обсуждать те или иные моменты, как раз-таки, которые не могут обсудить в той или иной компании. то есть в Европе это уже давно распространено, походы к психотерапевту, к психологу, занятия с ним, да. Нет ничего плохого в том, что ты пойдешь к психологу, ты не будешь каким-то белым вороном и так далее, и об этом не узнают все твои друзья, родственники и на работе. Ну, вы знаете, будет очень плохо, если у человека появилась эта мысль посетить психолога, и благодаря каким-то внутренним убеждениям и барьерам он его не посетил. Если все-таки какая-то мысль появилась у меня в голове, что мне нужно посетить психолога, лучше переступить этот порог, прийти на консультацию, пообщаться и уже после первой встречи, может быть, даже и второй, сделать для себя определенные выводы, нужна ли ему эта помощь или нет. Но если она появилась, повторюсь еще раз, эта мысль, то нужно его посетить обязательно. Большое вам спасибо за интересную беседу. Спасибо. Один из первых студентов Казанского университета, автор «Аленького цветка», литературный и театральный критик, автор книг о рыбалке и охоте, собиратель бабочек, чиновник и общественный деятель, отец русской династии писателей и общественников. Все это о писателе Сергее Аксакове. Наследие Аксакова велико. Хотя не все о нем знают. Аксаков занимает особое место в истории русской культуры не только благодаря своему литературному творчеству. Дом Аксаковых в Абрамцево долгое время был центром притяжения для большого круга писателей, журналистов, ученых и театральных деятелей. В Казанском университете хранятся некоторые работы писателя. Илья Андреев узнал, какие. Общество любителей отечественной словесности, первое литературное общество по Волжье было основано здесь, в Казанском университете. 12 мая день памяти русского писателя Сергея Аксакова. В обществе любителей отечественной словесности он сделал свои первые шаги. И сегодня у нас вместе с вами уникальная возможность в отделе рукописи редких книг научной библиотеки Николая Ивановича Лобачевского познакомиться с очерком «Буран», который знаменовал собой начало писательской деятельности Сергея Аксакова. Начало 19 века. В России время либеральных реформ Александра I, производившего политику просвещенного абсолютизма. Дней Александровых прекрасное начало, а знаменовалось в частности подписанием в 1804 году указа об основании императорского Казанского университета. Создан Казанский императорский университет был на базе императорской гимназии, основанной в 1759 году. 1806 год. Создание Общества любителей отечественной словесности. Оно было первым научным и творческим обществом при Казанском университете. Общество любителей отечественной словесности было создано на пять лет раньше Общество любителей российской словесности при Московском университете и стало предшественником других научных объединений Казани. Основной целью работы общества провозглашалось ревностное желание членов его усовершенствовать себя в литературе. Необходимо отметить, что в первые десятилетия 19 века литературное общество, салоны, кружки играют огромную роль в культурной, литературной, общественно-политической жизни России. Творческие, литературно-художественные, общественные, научные объединения возникают как в обеих столицах, так и в провинции. Достаточно назвать такие организации, как Вольное Общество Любителей Словесности, Наук и Художеств, Санкт-Петербург, 1801 год, Общество Любителей Российской Словесности при Московском университете, 1811 год, Общество Любомудрия, 1822 год и другие. В этих обществах обсуждались актуально для своего времени проблемы литературы и искусства, выкристаллизовывались новаторские общественные и философские идеи. Перед нами альманах 1834 года, Деница, где русский писатель Сергей Аксаков опубликовал свой первый очерк «Буран». Он, собственно, и ознаменовал начало его писательской деятельности. Мы с вами открываем, здесь Деница, альманах, университетская типография, и на странице содержания мы можем найти очерк Деница под девятым номером на странице 191. Ну и перед нами черновики писем нашего русского писателя Сергея Аксакова. Среди прочих, письмо Аксакова профессору Казанского университета Петру Сергеевичу. Получено 15 августа 1811 года. Большое значение для развития Казанского общества любителя отечественной словесности имела деятельность Петра Сергеевича Кондырева, который был секретарем общества и одним из авторов устава. Он аккуратно вел переписку с иногородними членами общества, отсылая произведения с исправлениями, замечаниями, всегда выдержанными, в доброжелательном тоне, тщательно фиксировал все заседания, количество рассмотренных и обсужденных произведений, количество участников, то есть выступал в качестве секретаря, рецензента, редактора и даже наставника. Помимо художественной литературы Сергей Аксаков писал и прикладную. Его любимыми развлечениями были охота и рыбалка. Именно этим занятием он посвятил несколько своих книг. Про книги Сергея Аксакова Чернышевский говорил, что в них природа чувствуется на каждой странице. Самобытный язык произведений, полность самоцветов народного словаря и способность изображать природу и человека в одном неразрывном единстве, вот достоинство, благодаря которым его произведения и сейчас читают все, от дошкольников до ученых. Писатель свободно владел тремя иностранными языками, немецким, французским и английским. Высокие традиции словесной культуры, царившие в обществе любителей отечественной словесности, были предложены Сергеем Аксаковым, чей дом в Москве в середине 19 века становится одним из центров творческой интеллигенции. На его субботах бывали известные писатели, критики, журналисты, актеры и музыканты. Как говорил римский политический деятель, оратор и писатель Цицерон, дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души. Так что до новых добрых встреч в библиотеке, ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Радмир Софиолин, Илья Андреев, КФУ, Итоги недели. На этом мы прощаемся с вами до следующей недели. Берегите себя.